Регистрация на биржу СОХБА и в социальную сеть. Прежде чем регистрироваться, нужно обязательно посмотреть, чтобы в этой строке был прописан номер, реферальный номер вашего наставника. Пишите здесь вашу фамилию, отчество, неважно на каком языке, на латинице или на русском, выбираете пол. Всё очень просто, я не буду здесь подсказывать. Ваш адрес, имя, дата рождения, паспортные данные, это ваша серия и номер, ваш телефон, скайп. Здесь просто показан образец, поэтому вы пишите ваш, вашу почту. В международном формате пишите мобильный телефон, нажимаете «Я подтверждаю». Здесь пишите этот номер капчу и нажимаете «Продолжить». Ничего сложного нет. После того, когда вы начнете продолжить, вам нужно будет пойти в ту почту, которую вы указали в данной графе. Идём на почту. Здесь будет у вас от слова «Заказ в бару» придёт вам письмо. Вы должны пройти по вот этой ссылке и сделать подтверждение. После этого, когда вы пройдёте по ссылке, вам придёт второе письмо. Второе письмо, к сожалению, мы это заметили, оно приходит в спам. Поэтому, когда оно придёт к вам в спам, вы нажмите «Не спам», точно такого же адреса. И потом переходите на второе письмо. Уже во втором письме у вас будет стоять ваш логин, ваш пароль для личного кабинета и финансовый пароль. Всё это вы можете потом изменить. Когда вы получили все эти данные, вы идёте по вот этой ссылочке и вводите логин и пароль и заходите уже в кабинет. Когда вы ввели логин и пароль и зашли в кабинет, перед вами будет вот такая картина. Вам нужно сразу зайти в «Мой профиль», «Мои личные данные». Здесь обязательно пишите все ваши данные, здесь ставите свою фотографию, вводите финансовый пароль и нажимаете «Сохранить». Дальше просто обзорно покажу, что у нас в кабинете. В разделе «Мой профиль», «Мои личные показатели» будут показаны купленные ваши акции, сколько у вас купленных акций. В разделе «Моя структура» «Мой спонсор» обязательно смотрите, кто ваш спонсор. Проверяйте, прежде чем будете покупать акции. В разделе «Моя структура», «Моя генеалогия» находится вся ваша структура. И в дальнейшем вы просто будете отслеживать и товарооборот, и ваших партнеров. Здесь вы нажимаете «Развернуть все» и появляются все ваши партнеры. Здесь сразу показано, кто у вас в первом уровне, кто у вас на втором, на третьем уровне. До 21 глубины, потому что у нас маркетинг, то есть это его составляющие на 21 глубину идет. И вот таким образом вы можете просматривать всех своих партнеров. Вот то, что обозначено зеленым цветом, это ваши личиноприглашенные. То, что уже белым, это уже вторая, третья, четвертая, пятая линия. Очень удобный функционал, потому что вы можете отслеживать число регистрации. Можете сразу перейти в скайп к человеку. Можете увидеть, сколько у человека уже заработанных денег. То есть статистика здесь очень хорошая. Очень удобно работать. Дальше «Работа со счетом». Здесь мы пополняем счет, если хотим приобрести акции. У нас покупка через AdvoCash, поэтому пишите сумму. Нажимаете «Оплатить». Вас перебрасывает на AdvoCash. И вы продолжаете уже оплату. «Сделать заказ. Работа с заказами». Здесь вы выбираете пакет. Нажимаете в корзину. И потом активируется этот пакет. В разделе «Работа с агентами». «Пригласить структуру» находится ваша реферальная ссылка. И ее вы должны давать вашим потенциальным акционерам. Здесь можно переводить баллы. Допустим, у меня из моих заработанных осталось уже 30 600. Я уже частью воспользовалась. Точно так же можно переводить средства. Какую сумму вы хотите. И пишите, куда вы хотите перевести. В разделе «История успехов» показано, сколько вы лично купили акций. Какого числа. В «История баллов» стоят уже еще другие начисления. В данном случае я выполнила промоушен. И мне к моим 9 из 100 тысяч акций компания еще начислила 1 800 000. И в итоге у меня получилось 2 700 000 акций. В «Историю бонусов» вы видите, сколько вы заработали за определенный месяц. Здесь все дается по месяцам. Чтобы посмотреть конкретно, что входит в эту сумму, вы нажимаете на вот этот крестик. И вам загружаются все ваши бонусы. От кого вы получили, с какой процент, с какого уровня и с какого товарооборота. Здесь раздел «Обратная связь». Вы можете написать сообщение в компанию. Посмотреть новости. В принципе, это весь функционал кабинета. Но я хочу сказать, что мы сейчас находимся не на своих серверах. Поэтому это временный. У нас будет совсем другой кабинет. Совсем другим функционалом. Более удобным. Более еще эффективным. Но пока вот так. Сразу же хочу сказать, когда вы получаете письмо с паролями, здесь же вы увидите, что предлагаются наши продукты, куда вы можете перейти. Вот все, что касается социальной сети. Это тоже регистрация по реферальной ссылке. Поэтому не торопитесь. Возьмите реферальную ссылку у своего наставника и по реферальной ссылке регистрируйте в социальную сеть. Единственное, хочу уточнить, что и регистрация в сам проект СУЛБА и в социальную сеть лучше делать не с Google Chrome. Лучше всего до этого скачать наш браузер. И на этом браузере, на браузере СУЛБА, заходить уже в эти два ресурса. И в биржевую платформу, которая вам только что показала. И в социальную сеть. В данном случае вы обязательно смотрите, чтобы у вас здесь вверху стояла ссылка с реферальным номером вашего наставника. Здесь вы просто пишите ваше имя, фамилия, нажимаете «Следующий шаг». Меня второй раз не пропустит, поэтому я написала другое имя. Нажала. Здесь вы выбираете пол, выбираете месяц, годы рождения, страну и пишите дальше следующий шаг. Я не буду дальше продолжать. Здесь вполне очень простая регистрация. Единственное, что я хочу сказать, что после того, когда вы зарегистрируетесь, вам опять нужно пойти на вашу почту и в почте авторизировать регистрацию. Здесь у вас уже придет письмо не от слова «Заказ», а от «Суба», где вы просто нажимаете «Продолжить регистрация». И вы потом уже после этого можете заходить в саму социальную сеть. Для входа в социальную сеть у вас логином является ваша почта, которую вы указывали при регистрации, и ваш пароль. Когда вы сюда заходите, в принципе, действия в социальной сети такие же, как в любой социальной сети. Нужно зайти в раздел «Моя страница». Здесь, пожалуйста, поставьте вашу фотографию. Внизу «Редактировать страницу». Вы должны заполнить все показатели, контакты, интересы, для того, чтобы у вас вот здесь стояла циферка 100. То есть вы на 100% заполнили свой профиль. Ну, во-первых, вы понимаете, что мы приходим в новую социальную сеть. Здесь, естественно, свои правила, потому что социальная сеть «Суба» она отличается от других социальных сетей, потому что здесь, естественно, и возможность заработка для бесплатников. Но с другой стороны, это совсем другое поведение. Это уважительное поведение, это останавливание своего бренда, предвещение своих проектов. Поэтому нужно стараться так, чтобы у вас было как можно больше друзей. Тем более, что здесь за это тоже платят. Социальная сеть «Суба» платит за то, что вы просто заходите в социальную сеть. Оплата здесь идет в динарах. Динар на сегодняшний день стоит 5 рублей. Вот в разделе «Мой баланс». «Пригласить друга» сразу хочу показать. Находится ваша реферальная ссылка, которую вы должны давать своим потенциальным партнерам. Вот здесь у вас находятся ваши друзья. Сразу хочу сказать, что за каждого приглашенного друга вы получаете 100 динаров. Это на сегодняшний день, естественно, это потом изменится. В разделе «Личный счет» вы видите, сколько у вас уже заработанных динар. И здесь написано, что просто за посещение этой социальной сети вы получаете 1 динар. В данном случае пишется, что за то, что вы приглашаете друга 2 динара. Но на сегодняшний день это уже 100. Может быть, это просто начальник. Поэтому пользуйтесь, набирайте себе на счет как можно больше динар. Потому что 1 динар – это 5 рублей. Но потом это будут совсем другие деньги. Единственное, хочу сказать, что эти динары не выводятся как фиатные валюты, как обычные денежные средства. Это те средства, которые мы можем потратить здесь же в социальной сети на рекламу. Либо мы можем свои бизнесы продвигать. Либо здесь, либо здесь, либо здесь у нас еще будет рекламный блок. Либо вы можете просто кому-то продать свое рекламное время. Точно так же пишите здесь любые посты. Каждый пост, чем больше лайков. Сейчас этого нет. Но я просто хочу сказать, что это внимание к себе. Все ваши посты – это вы показываете, чем вы интересуетесь. И тем самым привлекаете внимание потенциальных партнеров в ваш проект. Как добавлять друзей? Нужно каждый день, а может быть, даже несколько раз заходить в этот раздел «Люди». Нажимайте здесь «Фотографиями». У меня, как бы правило, я не добавляю людей без фото. И просто добавляю. Сейчас лимита нет. Но, опять же, говорю, это все прерогатива людей, которые вот сейчас в самом начале. Поэтому этим нужно обязательно пользоваться. Добавляйте друзей. Смотрите, какие новости в ленте. Нажимая на новости. Не жалейте того, чтобы поставить людям лайки. Потому что, еще раз говорю, это еще один метод привлечения к себе и продажи как своего бренда, так и своих направлений. Здесь есть возможность делать группы. Есть возможность писать сообщения, состав блоги. За любую активность здесь будут платить. Но пока хочу сказать, что социальная сеть работает как бета-версия. Здесь будут просто огромнейшие возможности. Потому что здесь же включены уже возможности общаться, как в скайпе. Возможность общения, как в вайбере, в ватсапе. Потому что вы отсюда можете позвонить человеку и на телефон, и на компьютер, и на планшет, куда угодно. То есть, очень много здесь будет функций. Пока, конечно, их нет. Но это не мешает нам делать самое основное. Строить свой личный бренд. Привлекать к себе внимание. Показывать заинтересованность людей у вас. Чтобы они к вам присматривались. Чтобы они присматривались к тем направлениям, которые вы подвигаете. Потому что, ну, в этой социальной сети, я думаю, что нет смысла рекламировать сухбу. Хотя, кто знает, многие в социальной сети будут сами регистрироваться. Даже без реферальных ссылок. Поэтому, как вы будете интересны и представлены в этой социальной сети, естественно, это зависит в первую очередь от вас. Но делайте активные действия. Это, конечно же, в интересах нас. Чем больше здесь будет друзей, тем и в последующем каждый у вас увидит свою выгоду от этого. Ну, и, конечно же, не лишними будут вот эти динары, которые добавляются каждый день. И, которыми мы сможем воспользоваться после того, когда будет построен дата-центр. И уже функционал социальной сети и самого браузера будут работать на 100%. И платить. Платить тем людям, которые скачали браузер. И пользуются им по своему усмотрению. Заходя на любые сайты, которые они предпочитают. Четыре часа работы каждый день в течение месяца. Это хорошие деньги. Около 100 долларов. Если в этом браузере еще вы будете делать активность в социальной сети, это плюс еще. Возможность заработка. И это все для бесплатников. И вы понимаете, что на такие условия будут идти большое количество людей. Потому что это серьезное дополнение к своему заработку. Для людей, которые ничего не вкладывают и никого не приглашают. А когда собирается большое сообщество, то, соответственно, от этого выигрывает и сама компания. Ну и, конечно же, акционеры компании. Потому что от этого растут в цене их акции. Вот это основные действия, которые вы должны сделать при регистрации. То есть вы регистрируетесь на биржевую платформу. Берете свою реферальную ссылку. Я показала, где это делать. Это работа с агентами. Пригласить структуру. Здесь ваша реферальная ссылка. Сразу же регистрируйтесь. Опять мне по ссылке. Из почты. Потому что вы регистрируетесь туда под компанией в социальную сеть. Просите реферальную ссылку у своего наставника. И регистрируйтесь в социальную сеть. Оформляете здесь всё. Проявляете активность. И зарабатываете динары. И зарабатываете себе имидж. Зарабатываете себе бренд. Продвигаете свои направления. Это, в принципе, все узнают, как это делать. Как себе проявлять социальные сети, наверное, не нужно объяснять. Но то, что здесь много очень функций, которых нет в других социальных сетях, это уже здорово. И то, что она предложит нам в последующем, это ещё лучше. На сегодня всё. Ждите моих следующих видео.